У меня такой вопрос, в принципе, да, по теме. Дело в том, что я близость физическую не особо ценю. Скажем так, наоборот, хотел бы, чтобы ее вообще была легче. Это значит, что ваша жена по вашей судьбе должна слишком сильно ее ценить? Нет, дело в том, что у меня вопрос, что нужно делать для того, чтобы, наоборот, ее открыть, чтобы это было пореже. Потому что ни жена, ни я их на ее не ценим, но, так сказать, не могу терпеть больше недель. Скажем так. Ну, то есть яблоки кушайте, чувство, долго, но по многу, да? Нет, нет, нет. В смысле, что? По духовному развитию… Я все понимаю, все. Я просто пошутил, чтобы люди устали уже немножко от лекции. Все нормально, да, все хорошо. Не обращайте внимания на это просто. Просто не обращайте внимания. Забудьте, как у вас там все происходит. Забудьте на эту тему. Забудьте об этом. Больше духовной жизни, больше работы над собой, меньше мыслей о том, что происходит во всем остальном. И это все потихоньку затухает. А какой-то вопрос, что на здоровье это никак не окажется? Об этом тоже не думайте. Просто думайте о том, как работать над собой больше, как больше заниматься своим здоровьем. То, что у вас есть какая-то привычка, не думайте об этом. Вот, допустим, то же самое, если человек выпивает. Не надо об этом думать. Выпивает и выпивает, ничего страшного. Больше думайте о том, как работать над собой. Больше развивайтесь. Не привязывайтесь к идее, что вы пиваете. Не привязывайтесь к идее, что вы курите. Не привязывайтесь к этой идее. Просто продолжайте работать над собой. И все ненужное будет отваливаться само в тот момент, когда вы будете становиться сильнее. Все проблемы, которые есть в жизни человека, просто от слабости. У нас не хватает силы. Если бы у вас было много счастья в чем-то другом, вы бы никогда это не разменивались. Понимаете? Вас не хватает, поэтому у вас идет разглядка. То же самое, что человек курит. Если бы не курил, он бы с ума сошел. Не пил, он бы с ума сошел. Человек выпивает, курит, только потому, что он не может без этого жить. Почему не может? Потому что его жизнь неправильная. Он не берет энергии от природы, от людей, от Бога. Он берет, просто даже от сигарет не возьмешь энергии. Это просто самообман. Человек курит для того, чтобы как-то себя сохранить и просто как бы затормозиться, чтобы себя как-то сохранить. Ну, я, скажем так, давно с этим справился. Просто я курил с ним на полтора. То есть не будет ли у меня... А, если вы не будете это делать, не будет ли хуже? Не-е-е. Все нормально. Если будет что-то становиться хуже, вы это почувствуете. То есть вы это можете понять, потому вот есть фильм «Украшение строптивы», «Черентан». Там он как бы почувствовал, что ему становится хуже от воздержания. Там дрова начал колоть, у него там уже ноги начали вместе соединяться. Вот, ну, то есть почувствовал человек уже. Ну, почувствовать это легко. Сейчас вы не чувствуете, потому что у вас нет воздержания. Когда будет, если слишком, то вы почувствуете, не волнуйтесь. У меня уже давно воздержание, никаких плохих последствий вообще нет. Ну, вообще это бред полный. Это говорят об этом урологи, которые не могут воздерживаться ни секунды. Они пишут о вреде воздержания. Точно так же, когда человек сильно любит мясо, говорит о вреде мяса, о пользе мяса. Когда человек сильно любит спиртное, он говорит постоянно о пользе спиртного. Что понемножку надо обязательно. Он с ума сойдет, если этого не будет не так. Когда человек развелся с женой, он будет говорить о пользе разводов. Когда человек не может без секса, он говорит о пользе секса. Понимаете? Поэтому, я понял, я понял, да, пора заканчивать. Поэтому, мои хорошие, поймите, это всегда одинаково и везде. Ничего плохого нет в воздержании. Если у вас вы воздерживаетесь, есть только одна причина, проблема, которая может быть. Если вы решили это односторонне, воздерживаться, а близкий человек пускай лезет на стену, это неправильное решение, оно может развалить семью. А если вы обоюдно решили, то ничего плохого не будет. Это просто вот энергия скапливается внизу, да. Это все зависит от движения потоков. Допустим, вы все время направляли поток вниз энергии счастья. Вниз всегда направляли, этот поток потом выходил через половые отношения. Если вы его не направляете вниз теперь, а по инерции же энергия туда идет, первое время поэтому кажется, что там плохо все. Но если вы чуть-чуть подождете, у вас энергия пойдет вверх. И поток туда уже не будет, там ничего скапливаться, у вас будет счастье, радостью полной штаны, вернее полная голова. И у вас пойдет все классно, и вы будете счастливы. Понимаете, все. А вот какое-то время чуть-чуть будет тяжеловато. Но ради этого целую урологию создавать, науку о том, что секс является единственным способом избежать уритрит. Замечательная идея, суперпросто. Ладно, мои хорошие. Олег Геннадьевич, вы часто в своей секциях, в том числе и сегодня, говорите, что семьи создаются для детей. А если дети не приходят, для чего семья? И год не отпускают эту группу? Девять лет. Дети не приходят, значит, вы не приложили достаточно усилий к этому. Есть только одна причина. И есть еще один момент. Как муж зовут? Дмитрий. А рядом? А рядом. Вы, да? Ага. Ну, как бы, вам надо жиншень пить, бегать, начать бегать. У вас там скованность внизу. Спирматозоиды не в результате не такие активные. Вам надо йогой заниматься, купаться в воде, учиться плаванием, заняться йогой. Больше есть молочного. И стараться всегда вовремя ложиться спать ночью. У вас нарушен сон, там тоже идут проблемы. Ну, в целом, можете полечиться у нас тоже, как бы, пройти лечение. Если в течение двух лет, вот вы будете все делать правильно, лечиться, не появятся дети, то нужно будет просто взять на воспитание. Есть еще такая опция, женщины, всегда знайте, что если вы ребенка берете на воспитание, маленького ребенка, то, смотрите, две вещи происходят. У мужчины в результате контакта с ребенком увеличивается способность зачать. У женщины в результате контакта с ребенком увеличивается способность зачать. Поэтому, когда в семье появляется один ребенок, следующий появляется гораздо легче. Вот, допустим, было бесплодие у людей, да? У них появился один ребенок, следующий уже появляется легко. Поднимите руку, у кого так было? Вот, видите? Да? Поэтому можно просто взять ребенка на воспитание, и следующий появляется уже. У меня есть одни знакомые. Женщине поставили туберкулез, придатка в диагноз, означает до свидания, дети вообще. Вот, она сразу взяла на воспитание ребенка. Вот, и у нее в результате через полгода наступила беременность. И она родила здорового, хорошего ребенка, своего. А потом родила еще второго. И получится у них трое детей. Один первый приемный, и двое еще родных. В результате... Я врачи нашел причину. Я вижу причину у вас обоих. Я вижу причину. Но врачи говорят, что и я могу, и муж может, а вместе вот почему-то... Я вам говорю, что вы, вот если бы были с другим человеком, было бы то же самое. Потому что есть определенная слабость, есть гормоны, там вот это все. А есть просто энергия, понимаете? Энергии не хватает. Люди сейчас обесточены все. У вас не хватает энергии воды в организме, а у него не хватает энергии огня. Понимаете? Огонь дает корни и движение. А вода дает статические упражнения. Вам нужно статикой, йогой заниматься. Нужно по земле гулять больше. Нужно есть овощи, которые растут над землей. Нужно молочную пищу больше в воде находиться. Контакт с водой. Если не хватает силы, все. Можно камни тогда ставить, пытаться еще что-то делать. Контакты с природой через это делать действия. Водой это плавать? Плавать, да. А бассейн подходит? Подходит. Я не вижу, чтобы у вас не было детей. Вы можете даже зачать, если сильно напряжетесь. Напрягаюсь. Вот сейчас, допустим, у вас возможность зачать. За год изменилась в два раза. Вот за год всего. До этого она не менялась. А сейчас где-то за полтора года она стала больше на 50%. Врачи говорят о ком. ЭКО у вас получится, да, тоже вариант. Но это же травматично все. Лучше еще напрячься побольше и зачать с вами. Мы с вами всю лекцию будем общаться или что? Я вам уже по третьему кругу говорю. Сомнения ваши указывают на ваш опыт, да, отрицательный. Я вам говорю, что у меня есть положительный опыт. Ну, я про ваш опыт поняла, что только сначала взять на воспитание. Это вариант очень хороший для вас. Очень хороший. Спасибо. Если вы возьмете на воспитание, то у вас практически неизбежно через полтора года появляется свой ребенок. Практически неизбежно для вашей судьбы. А у вас даже может быть три по вашей судьбе. То есть еще потом один появляется. Уже легко. Если одного родить, второй будет легко дальше свой. Один на воспитание. Хороший вариант для вас очень. Живой такой вариантик такой. Живой, теплородной. Еще активизируется у женщин, начинает все работать. У вас немножко сухость. Есть определенная гормональная система у обоих. Потому что вы зашорены на работе сильно такие, не умеете отдыхать. Ну, то есть напряженная психика очень у вас будет. Вам надо месяца на два куда-то поехать. Там, где много моря, солнца. И так на месяца два поехать. И там может беременность наступить. Длительный такой отдых. Сильная опция тоже. Вот эта опция очень сильная для вас. У них хватает энергии природы просто. Все, без зачатия. Продолжение следует. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует...